МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Санят ли 2021 год поворотным пунктом для электромобилей, аналитики отвечают утвердительно. Электромобили совершили прорыв в Германии и в Скандинавии на фоне сокращения продаж дизельных машин. По мнению экспертов компании Morgan Stanley, глобальные продажи электромобилей вырастут более чем на 50% в 2021 году, говорится в статье. Следующий вопрос. Превысит ли общая рыночная стоимость пяти техногигантов США отметку в 9 триллионов долларов? Да, полагают эксперты. Apple, Microsoft, Amazon, Alphabet и Facebook вышли из кризиса в лучшей форме, чем большинство других. В новом году совокупный дополнительный доход этих пяти компаний составит 160 миллиардов долларов, и они будут находиться в прекрасном состоянии, тогда как остальной мир с большим трудом будет пытаться преодолеть последствия пандемии. На вопрос о том, вернется ли большинство офисных работников в Европе на свои рабочие места, экономисты отвечают «да». Регулярные исследования компании Morgan Stanley относительно работающих людей в пяти странах показывают, что около 30% офисных работников вообще не работали из дома в течение лета, а еще примерно 14% не хотят так работать в будущем. И, наконец, последний вопрос. Останутся ли цены на нефть на уровне свыше 50 долларов за баррель? Эксперты считают, что да. Нефтяной рынок получил импульс на фоне планов по массовой вакцинации. Также потребление будет расти. Это может компенсировать любое количество дополнительных баррелей, производимых странами-членами ОПЕК, Россией и другими партнерами по сделке, которые договорились ранее о рекордном уровне сокращения. Дыхание может стать ключом к победе над стрессом. Scientific American публикует интервью с Эндрю Хуберманом, нейробиологом из Стэнфорда. Он называет простые способы, которые помогут поддержать психику и которые всегда под рукой. Так, помимо изучения того, как наше зрение влияет на уровень стресса, Хуберман исследует возможности дыхания в этом отношении. Бесспорно, зрение и дыхание являются самыми быстрыми и самыми очевидными способами контролировать возбуждение нервной системы. То, как мы дышим, очень сильно влияет на состояние стресса, говорит нейробиолог и далее объясняет. Во сне и при клаустрофобии люди и животные издают так называемые физиологические вздохи. Делают два вдоха и один выдох. Дети тоже используют этот прием, когда плачут. Физиологический вздох, двойной или троекратный, это самый быстрый из известных нам способов вернуть уровень нервного возбуждения в норму, говорит Хуберман. Это работает так. В наших легких имеются миллионы крохотных воздушных мешочков. При стрессе они сокращаются, сдуваясь как шарики. Физиологический вздох заставляет их вновь наполняться воздухом. И так, чтобы управлять своим эмоциональным состоянием, нейробиолог рекомендует взять свою диафрагму под контроль. Если вы хотите увеличить частоту сердечных сокращений, вы вдыхаете больше воздуха, чем выдыхаете. И наоборот, всякий раз на выдохе вы замедляете сердцебиение, объясняет Эндрю Хуберман. Настоящие пластиковые континенты образовались в океанах. Самый крупный из них — в Тихом океане, пишет немецкое издание Frankfurter Rundschau. Около 400 миллионов тонн пластика производит человечество ежегодно. Для этого расходуются до 8% добываемых в мире нефти и газа. Пластиковые отходы можно увидеть на обочинах дорог, в лесах и реках. Однако ситуация еще более драматична, отмечает издание. Ученые из исследовательского института имени Зенкенберга во Франкфурте совместно с коллегами изучили пробы осадочных отложений из курилокамчатского желоба на наличие в них микропластика. В килограмме осадочных отложений было обнаружено от 14 до 209 частиц микропластика, говорится в статье. Все осадочные отложения содержали полипропилен, часто используемый для производства упаковок. В 75% проб был также обнаружен полиэтилен и примерно в 63% проб — полиэстер. Всего было найдено 15 видов пластика. И именно на наибольшей глубине количество микропластика было максимальным, указывает издание. Микропластик в морских глубинах, помимо всего прочего, означает, что затрагивается основа пищевой цепи, так как беспозвоночные животные поедают осадочные отложения вместе с частицами микропластика, поясняет профессор Ангелика Брант. Поэтому будущие поколения, к сожалению, еще долго будут сталкиваться со следами сегодняшнего загрязнения окружающей среды, буквально на своей тарелке, когда будут есть рыбу. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова